друзья всем привет всех приветствую на моем канале и сегодня я буду делать изготавливать серьги и кулончик это целый гарнитур наборчик из ангелочков кулончик будет подвесной на цепочке ангелочек и сережки тоже маленькие ангелочки приступим к изготовлению гарнитура ангелочки напечатали ангелочков это два маленьких это сережки на сережечке и здесь один большой ангелочек размерчик у них вот эти ангелята сантиметровые вот этот кулончик вот такой размер он 1,7 длиной сейчас я припаяю питатели литнички вот сюда к вот этим двум маленьким и буду готовить опоку такие ангелочки третья рука помогает мне в этом сейчас я припаяю питатель вот так получается там где еще вот сюда еще подпоять вот так вот Вот сейчас я наращу сюда, вот так что но нежно было Ну вот отлично! Отлично, очень хорошо. Да, вот здесь вот на большом ангелочке были маленькие ковернички. Пришлось немножечко подпаять, ну вот типа вот такие вот видите, вот такие вот дырочки. И вот тут на крыле тоже есть. Вот там. И вот здесь вот есть коверничка, вот она. Здесь, ну как есть уже, так есть, не буду подпаивать. Потому как лучше отлить, а потом уже по металлу запаять. Дырочка, здесь будет дырочка. Вот. Короче, вот так вот получается, как есть. Все, ну, собственно говоря, сейчас буду готовить опоку. Итак, друзья, все, загрузил в опоку модельку этих ангелочков. Вот так я их туда поместил. Вот, и буду сейчас готовить формомассу. Залью опоку, провибрирую. Потому что здесь очень много мелких деталей и крайне нежелательно, чтобы оставались пузырьки воздуха. Будет некрасиво. Залил опоку. Как всегда на своей крышечке. Сейчас уже форма масла схватилась, уже подсохла. Пару часиков просто так постояло. Ну, и можно уже снимать. Это простой пластилин. Обычный. Как вы помните, я использую обычный пластилин. Аккуратненько сейчас. Оп. Вот он, пластилинчик. Больше ничего не нужно. Все. Вот так он или нет. Так, это что такое? Ну, и сейчас ставлю сушиться. Ставлю на плитку. Первичный подогрев. Часа полтора-два до сто градусов делаю. Плитку стоит. Подсушивается. После ставлю на 150-180 градусов. Где-то, ну, до 200 градусов еще. На час-полтора уже будет вытапливаться воск. Ну, а потом добавляю еще больше температуры на плитке. Вот ставлю на плитку. Температуру стольничек поставлю. Ну, на выходе где-то градусов 80 будет. И ставлю опоку вот так вот вниз. Летничком ставлю вниз, чтобы воск вытекал из опоки. Вот так. И держу примерно, ну, час-полтора так держу. После добавляю температуру. Около 200 ставлю. И еще часа два держу так. Ну, а после уже на 400, там, на 500 градусов вот так выставляю. Ну, тут 500 нет. Примерно где-то 350 можно в выходе будет. Все. И сушу. Вот опока уже прокаленная. Металл подготовлен. Вот такой башечек. Как всегда, туалетка моя. И немножко буры. Можно будет. Но, собственно говоря, все. Бачок зарядил. Горелку зарядил. И будем отливаться. Так, ну, а теперь забурюсь немножко слегка. Все, нагреваю и плавлю металл. Горелку. Продолжение следует... 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 в кавернах есть после печати все-таки это не очень есть хорошо вот он такой порепанный эта печать так делает чем-то придется в общем то придется довольно таки плотненько их пошоркать в общем то придется довольно плотно пошоркать их ангелочков такая вот печать давайте отожгемся и отбелимся вот сейчас вот так флюсуем хорошенечко и отжигаем аккуратно нежно отжигаем вот ждем пока остынет а тем самым лимон очку разогреем закипятим положим на железо кипятим лимон очку так чтобы она закипела лимон очка закипела как раз пальчиком пальчиком ручкой пощупали держать можно тепленький все окунаем купаться ну и кипятим пару минуточек вот такие вот швензы французский замочек вчера я их уже подготовил сделал на них и будут висеть маленькие ангелята здесь вот эта вот спиралька пружинка она сделана из белого металла белого золота ну а сама душка сама шинза из розового золота в принципе вот с этим уже почти все готово только тот будет еще одно звено дополнительно на которой будет подвешены ангелочки и душечка колечко ушко так называемая ну а теперь можно вот эти литнички уже отпиливать ламзиками или просто можно перекусить пассатижами вот это та дырочка которую тут подпаивал аккуратненько нужно подпилить вот такая тема тут была просто дырочка на восковке я ее подпаивал чтобы дырки не было вот здесь на коленке здесь на коленочке и на ручке аккуратненько сейчас вот раз раз ручка тоненькая нежная нужно прям очень аккуратненько чтобы ришку не спилить кругло напилить вот таким вот отлично вот так получается коленочку тут пильну тоже в крапинку в кавернах но от этого уже никуда не денешься так 3d принтер печатает ну все так чего с вами мы решили откусывать или отпиливать вот такие кусочки есть бокорезы можно этими бокорезами можно эти литнички чтобы меньше опилы было так раз откусили вот здесь аккуратненько нежно нежно сейчас нужно все он работать вот эти литнички спилить до ножичек до основания глубокая идет ложбиночка и туда не залезешь надфилем а алмазным бориком можно туда подобраться и подработать под коленочкой вот здесь не могу подлезть на пилёчки не цепляет ну и вот это вот здесь тоже вот этот ледничок тоже не цепляет сейчас алмазным бориком доработаю набор машине вот такой алмазный борик ну он такой не кусочек мелкий вот это чуть покрупнее наверно вот так вот оставлю ему такой бугорочек типа он так ну приседал много и у него икр такие прокаченные остались вот такая рельефная мышца нет чуть-чуть наверно сейчас еще по наработаю а то слишком немножечко уберу довольно долго пришлось его шкамутать потому как но я уже вам показывал что он такой весь пупырыж ты в каверночках после мульти джета напаял колечко сюда ему головку чуть-чуть надо подправить колечко подогнуть вот ну и перед паечкой вот предварительно его располировал уже так крыльцовками проходился довольно такие вот эти вот места трудные туда залазить но как бы тем не менее вот получилось везде подлезть нужно сделать галстучек подвес вот такая заготовка есть полосочка металла 0,3 толщина вот и вот на такую вот ширину сделаем галстучек но небольшая цепочка я так думаю будет поэтому сильно большой галстучек не надо делать главное просто чтобы потом в ушко галстучка проходил замок ну и по стандарту сейчас сделаем изготовим галстучек штангенциркуль и начинаем делать разметку так как у нас уже ширина здесь есть нам нужно длину вот полтора пятнадцать миллиметров вот здесь вот 90 градусов угол здесь ровненько отрезаны и сейчас берем вот так вот и чертим так немножко немножко дугой вот этот вот неровненько вот здесь сейчас отрежем берем ножницами вот угол ставим 90 градусов на отрез как раз отрезали этого сейчас нарисуем здесь кончик заточены так чтобы можно было чертить и рисовать вот так раз есть и здесь сделаю 5 миллиметров ну а так чтобы достаточно да более чем достаточно 5 миллиметров так раз есть теперь вот здесь чертилочка нужно сейчас отрисовать так раз уголочки чтобы нужно было срезать как это сделать вот так вот линеечку берем полупрозрачная где здесь серединка отметим сейчас вот 4 миллиметра делаем 2 2 миллиметра делаем и рисуем серединочку вот раз он 2 все готово готово теперь линеечку прикладываем и там где мы отметили где отрисовали в центре вот так от этого уголка до этого проводим проводим вот так и вот здесь тоже вот так есть есть ну а эти уголки сейчас срежем вот так ножничками берем ровненько по черточки раз срезали срезали и второй тоже все вот основание уже есть так ребята смотрите вот такую штучку уже сделал вот это основная форма для галстучка сейчас нужно будет внутреннюю сторону подработать на резинке пройдусь и буду загибать потом так чтобы внутренняя сторона была уже подготовленная и практически располирована вот здесь где мы рисовали черточки чертили здесь сейчас я и затру резинкой вот как раз сейчас все вот эти черточки которые нарисовали и заодно облойчик после надфиля затрем будет красивый симпатичный чистенький сейчас только внутри обрабатываем затираем наружку не трогаем сейчас все равно будем рифтовать загибать загибать подгонять вот чтобы наружечку не испортить вот смотрите видите как получилось померяем как в ушко входит входит так отлично входит достаточно места и здесь тоже нормально получается вот такая тема вот он галстучек тщательно флисонули подготовили вот так уложили и пойдем сейчас капелечку припоя прогреваем галстучек прогреваем галстучек и получи купа из пинцета выскочил ладно вот пушка галстучкой поймем можно чуть побольше положить припойчика так чтобы на месте стыка было достаточно припоя но в том плане что тут же всегда такое место изнашиваемое и можно припоем побольше металла как бы нарастить оно больше будет служить не так быстро проносится ну вот все место паечки сделали вот видно да что так более-менее такое такое жирненькое вот залилась припойчиком вот это место внутри внутри по галстучку вот галстучек и вот отсюда вот внутри видно что ну так хорошенечко припойчиком подлито это место как раз вот так контактирует с этим ушком в сочленение играет и не так быстро износится довольно долго прослужится так что это тоже такой момент присутствует но сейчас я отбелю и подработаю вот этот галстучек затрем резиночкой те места где есть у нас от дефектовки следы вот так вот этот размер можно еще потом поджать если он не проходит в цепочку ну колечко цепочки если не проходит то можно потом подрегулировать ну в этом случае свободненько в этом случае свободненько вот так пролетает цепочка вот такой вот вот он отработан и практически уже кратковочка но тем не менее оно хорошо вышкребает всякие такие проблемные места вот сейчас залезем где была пайка ушко на головке на головке затрем ой отлично сразу блестит красота красная 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 паста гоя можно зеленым работать но сейчас я пока что-то пристрелялся красной зеленая она такая более грубая на более таких объемных вещах я ее использую пасту где расход пасты идет большой ой какая красота сразу как он блестит вот где большие площади объемы большие полировки там я использую зеленую пасту потому что она дешевле стоит советская советскую брикеты покупаю килограммовые и и работаю ну а такие вот мелкие маленькие вещи вот я полирую практически всегда сейчас красной пастой ну вот сейчас я его заполил ой как крылышки сразу заиграли заиграли крылышки прямо от каждое перышко прорисованное вот он практически и готов весь вот ушко этот галстук я еще полирую на большой полировке на большом круге сейчас приступим к обработке вот этих двух маленьких ангелочков процесс такой же только мы их подвесим на французский замок на швензе почти практически закончил с маленькими ангелочками вот остается только сейчас навесить швензу как вы помните да швенза будет вот такая вот сейчас я разведу вот это вот ушко на швензе потому как это вот полностью припаяно разведенное уже колечко так выглядят они ушко разведенное и закидываем в него ангелочка направление вот так и теперь остается свести швенза это жесткая металл нагартованный и имеет жесткость поэтому немножечко такая сложность есть в этом плане то что возможно да нет в принципе нормально получается я в том плане что не так как мягкий металл развонится и свонится вот вот так отлично ну не знаю вот так вот висит вот 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 вторая точно также как говорится всплыла с жару все полностью прополированный чистенький отмыл вот так выглядит вот 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 крылышки кучеряшки скользкие вот там глазки ну подзабились слегка глазки да контур глаз чуть-чуть сполировался но в принципе вот крылышки крылышки перышки видно достаточно хорошо повязочка вот с складками вот складочки на повязке есть вот тут вот пальчики видно на ручках остались на ножках есть вот пальчики ну в принципе неплохо получился ангелочек будет носиться на цепочке сережечки душка желтая спиралька белый цвет белое золото кучеряшки есть перышки перышки есть ну так личико немножко подзамылилась здесь все-таки нет так чуть-чуть слегка глазки видно да в принципе тоже пойдет пузико гладкое перышки есть перышки не забились не стерлись вот хорошо отчетливо контур перышки проглядывается да я считаю что неплохо но только что мне не нравится вот этот принтер как печатает этот мультиджет сильная шагрень дает из-за него приходится долго обрабатывать и впоследствии впоследствии чего вот рисунок может подзабиваться если его располировать чтобы не было пупырышек этих каверн вот если площади конечно большие объемные гладкие то там все будет по-другому конечно обработка но так как здесь очень много мелких деталей вы сами видите что вот размер у него сантиметр на на 8 да и конечно брать кавернышки эти шероховатости довольно трудно в темноте немножко тень если падает то отчетливо видно прорисовка есть не забилось в принципе что мне и нужно было я хотел чтобы прорисовочка осталась не ушла можно было конечно шероховатости оставить но тогда не было такого эффекта да вот вот так вот отчетливо видно все прорисовку вот в таком вот ракурсе видно кундряшечки хорошенькие и давайте посмотрим на конечный финишный результат вот сейчас крылышки зародировали сейчас они беленькими стали и повязку тоже зародировал повязочка белая тоже стала вот так нет нет ну да с белыми крылышками уже он играет по-другому за ярче заиграл чем одноцветный да поинтереснее намного стало выглянуть сережечки также также зародировал крылышки повязочку и как видно вот белая спиралька пружиночка тоже для контраста на этом ребята вот все работа полностью завершена на конечный финишный результат вот такой гарнитур работа завершена сделали с вами вместе гарнитур кулончик ангелочек подвешенный на цепочке и серьги с замками французский замок швинза кому видео понравилось обязательно ставьте свои лайки это пальчик вверх я буду знать что видео вам понравилось также пишите свои комментарии если впервые вы пришли на мой канал то сделайте подписку это не трудно просто нажмите кнопочку подписаться на канал на моем канале вы найдете плейлисты в которых много полезной информации это как изготовление колец как мужских так и женских с камнями либо без камней обручальные кольца серьги гарнитуры состоящие из серек колец цепочек изготовление цепочек больших крупных цепей ремонт техника выполнения ремонта пайка полировка обработка ювелирных изделий колец серек цепочек много полезной информации где я объясняю как выполняется техника того или иного действия как стоит делать как не стоит делать как лучше сделать и чтобы это было целесообразно как можно на это меньше уходило времени я надеюсь вы для себя подчернете много интересной полезной информации для вас а на этом все всем пока до следующих видеороликов всем удачи